чуда буду 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 да не случилось жанр хоррор в китайских мультиках это серый гадкий утенок потому что в теории он есть его даже смотрят кто-то его даже любит но по факту он просто бесконечно серит под себя я не знаю ну не видела пока действительно жуткого хоррора среди мультиков из казахстана из последнего жилой комплексе больше скучный чем страшный а девочка что видит это больше эротика чем хоррор и тут мелькнул свет надежды вторая попытка экранизировать рассказы джинзита в формате телесериала первый был неудачным полностью про него как и про всю мангу джинзит я говорил в отдельном большом видео и там я выразил две главные проблемы прошлой экранизации во первых полная незаинтересованность к адаптации серьезно такой ленивый перерисовки изначального материала я еще не видел есть буквально пару новелл в которых постарались как-то реализовать потенциал манги в анимации а все остальное покадровая копирка графических историй а вторая проблема это критическая нехватка бюджета вы прям на полном серьезе можете посчитать количество ключевых кадров настолько их там мало сами по себе арты очень плохо детализированы а дотошность тут является очень важным аспектом ибо у это очень хорошо получается рисовать все эти мелочи в своей манге в сериале восемнадцатого года качеством рисунок не мог пахнуть даже в теории просто какое-то мыльное месиво и такие же серые блеклые текстуры в местах где должны быть детали но эти так экранизация 23 года это такой же сырой и недоделанный продукт только он стал еще хуже и на этом у меня все зачем мне в этом гам не копаться правильно правильно вероятность того что в этом сериале будет достойно экранизированные новеллы такая же маленькая как и у невского попасть в топ-250 кинопоиска так что бустером спасибо за подписку вам спасибо за просмотр я пошел карпить на большим роликом не прощаюсь да 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 не да не может такого быть это определенно рофл чтобы потянуть время я отказываюсь в это верить да быть такого сука не может ладно окей вы победили будет вам разбор китайского мультика дзюньзита маньяк но как я и говорил общее качество продукта просто отвратительное так что я буду говорить про каждый показанный рассказ и то как автором получилось или не получилось передать суть оригинала и почему они обосрались в большинстве своем именно обосрались итак первая серия странная семейка хикидзурия история занимает полностью серию таких серий в этом сериале будет несколько и в отличие от других она не растянута и все ключевые события были правильно анимированы беда лишь в том что сама по себе история ну никакая единственное что я испытал после просмотра это чувство и что не плакать смеяться курить на балконе в чем без дела есть семейство у вас нет шансов догадаться как она называется из этой ячейки общества ушли родители в мир иной оставив 6 детям дом и приличное наследство но самый старший им об этом не сказал поэтому он делает вид что ходит на работу пока сам балду пинает ага значит история про его наказание нет он встречает девушку которую хочет сфоткать призрак он приглашает ее к себе домой чтобы она сфоткалась сеанс связи с родственниками а значит история про то как поехавшая семейка руки с ногами отчик рыжет нет короче не все истории это одинаковые прикольные и жуткие вот эта история она вот именно такая она закладывает чеховская ружье для коней жести но по факту они все стреляют в молоко потому что по факту вся история о том как батя с того света рофлят над отпрысками не в зуб ногой не в жопу пальцем отмечу что тут засветилась моя бывшая которая блин ты надо похудеть и этого не выдержу слабая дрянь во второй серии две истории и обе были частично изменены из-за чего рассказы стали хуже история таинственного туннеля говорит о и истории таинственного туннеля есть значит холмы демонов внутри которых есть ж.д. тоннель и он к себе притягивает людей которые сбивает приезжающий поезд короче сразу к разгадке когда-то в этом туннеле сошел стрельц поезд пассажирами а стены экранируют выход душ на свет божий вот они вечно рикошетят от стен так там и появилась эта патогенная зона куда засосала мать главного героя и его сестру начал туда звать и говорю я про это сразу потому что в серии этого сука нет то есть все остальное есть а причины возникновения патогенной зоны нет блин я только после прочтения манги осознал что мать главного героя сбил поезд потому что вот как это показано в сериале она входят в туннель темнота начинается вот этот сраный дым из аддонов блендера и потом выходит чистенький поезд я вообще думал что это кадр показывает что прошло много времени а не то что мать косплеит анну каренину и давайте вернемся к этому дыму он не привязан к самому поезду речь про вот этот дым они про этот и он никак не взаимодействует с краями теннеля он просто был наложен поверх картинки через фейд это чё технологии x-arma далее есть кадр который прекрасно показывает все отношение студии к этой экранизации да этот сан и дым тоже все показывает но тем не менее вот персонажи едут на машине до машина скачана с воркшопа гаррис моды как и все другие ассеты для этого китайского мультика смотрите на задник плавно плывущие задник стены хорошо же сделан да потом мы видим это у этой сцены буквально три fps а чё случилось то вы не успевали в срок сделать серию и решили буквально отрисовать три кадра стенки хотя эта стенка какая-то волшебная с этого ракурса ощущение как будто персонажи едет ну достаточно быстро что даже проговаривается в оригинале то есть так и должно быть но когда камера берет крупняк женщин ощущение что они еле-еле за улиткой тащатся так что больше всего пострадала в сериале это ощущение клаустрофобии нигде на общих планах не показан потолок только когда история акцентируется на этом нам его показывают а в этом ты был весь смак в экранизации нет ощущения пространства просто посмотрите на этот слайд они идут по замкнутому пространству конца которого не видно тут же я просто нихрена не вижу по ощущениям они просто идут ночью по полю что как бы не то чтобы жутко хотя погодите у меня есть подозрение а все-таки есть там стены с потолком а какого хера сцена тогда такая темная я буквально нихера не вижу я на двух разных мониках смотрел с разной цветопередачи и даже на своем телефоне один хер темно как у дитбокса в жопе зачем было так цветокорить сцены ай ладно поверьте будет еще один момент который освещен еще хуже а ну еще они поменяли концовку в сериале его просто жирает пол в манге он убегает оттуда переезжает в токио лечится у психолога но все это время его не отпускают эти больные мысли и пережитый ужас после чего он возвращается к тоннелю и видит там знакомые лица ученых и родственников согласитесь это больше жути нагоняя вторая история в серии это фургончик с мороженым его даже можно отнести к удачной экранизации потому что суть и ощущение оригинала он передал но боже это убогая 3d вот эти кадры ведь даже не обязательно было вставлять зачем вы это сделали у вас была квота на ключевые кадры вы решили так их нафармить тут как бы тоже кое-что вырезали но тут буквально мелочи в нарезке где дети начинают бредить отмороженного вырезали сцену где они лежат друг друга но зато как у мелкого башка отлетает я вам это прощаю третья серия занята одной историей и она одна из самых прикольных уита речь про воздушные шары виселицы вот это одна из трех типов истории у которых это получается просто лучше всего безумная хтонь также он мастер в человеческом помешательстве и боди-хорроре особо прикольные рассказы комбинируют несколько любимых паттернов но речь сейчас про шары виселицы в экранизации добавили несколько диалогов расширили сцену похорон но в этом не было никакой необходимости ибо оригинальной истории было очень хороша в своей динамике кстати тут замутили очень крутую штука который я никогда не задумывался но это работает только в двух сериях короче я когда вот читал все эти рассказы даже не задумывался а это все происходит в одной вселенной или каждая новая история никак с другой не связано а если связано то если организация которая борется с потусторонним говном во вселенной это кто-то рассекает на шевроле импали фургончике тайн или на гробовозке чё-то не понесло так вот в истории промороженное по телевизору показывают местную поп-звезду просто как часть декорации и в следующей истории она уже является катализатором событий с одной стороны прикольно с другой я понимаю что это было сделано только потому что бабла не было да так вот сюжет одна поп-звезда познакомилась моей бывшей которая редкостная я напомню ее похоронили и люди в воздухе начали видеть гигантские шары с ее лицом потом ее парень был пойман таким же шаром а потом они расплодились на всю страну хотел бы я докопаться до 3d но в этой серии она даже выглядит уместно рисовать такое от руки даже большие студии с бюджетом не стали бы а так выглядит даже неплохо докопаюсь до сломанных шрифтов на фоне и самого фона знаете бывает что у вас вызывает жуть что-то что жутким не задумывалось посмотрите на задник это просто какая-то бесконечная пустая серая улица на момент истории шары еще не начали свою поступь то есть по идее там должны быть люди а такое рисовать надо так что оставили улицу пустой и она выглядит сну слишком жутко про четвертую серию давайте титуль на ибо первая история про соити а он мне даже в оригинале не нравится в чем кайф истории про него я не понимаю отмечу разве что тут есть отсылка на гриффинов где челу дом построили там коридор сужался а логово спящего зверя была экранизирована прям кадр в кадр и только две вещи мне непонятны почему у этой истории соотношение сторон четыре на три тут еще будут меняться рамки то под старый тв формата под широкие кинотеатральные ленты и второе что мне непонятно так это ты был очень сильно доволен тем что поправил мне 20 секунд назад но ты же понял про что я говорю те прям важно было сказать что это были симпсон они гриффины да боже ну ты и душнила хотя тоже душнил и заметил как учила тень на лице превратилась в ужас то есть никто этого не заметил никто конечный материал не отсматривал прикольно студии один работает мне прям нравится 5 серии у меня тоже особо претензий нет первая история чужак пугает классическим приколом со злым двойником отмечу что клон исчезает с эффектом щелчка таноса только потому что сделать его не то чтобы сложно а вот история длинные волосы на чердаке пугает чуть иначе тут используется метафора внутренней ярости то есть девушка долго встречалась с парнем он ее бросил и она решает обрезать длинные волосы которые он же и попросил отрастить но волосы сначала убили крысу а потом хозяйку после чего пошли мстить обидчику дамы просто представьте что вы просыпаетесь а у вас волосах застряла дохлая крыса вот и мне жутко в этой же новелле нарисовали сцену которой не было в оригинале все реально прям показали как она отомстила бывшему а в манге она просто обжила его дом и капала на мозги своим скрипом и постукиванием ладно если быть прям объективным то в сериале мне понравилась работа со звуком актера очень хорошо справились со своей задачей приятный персонаж звучат приятно мерзкие соответственно ну и саунд дизайн тут даже очень неплохой в шестой из серии есть два бинарных по качеству исполнения истории первое это плесень который отлично показывает кто не в которой оказался персонаж даже стилизовали картинку под чб что ей идет но кажется мне что это было сделано только чтобы не тратиться на покраску сцен потому что это вышло бы в копеечку учитывая что в истории показано несколько стадий обвешалости дома хотя вспоминая прошлую работу и историю глицерит где все в доме было покрыто жиром что уже само по себе ощущается тошнотворно сама же картинка была с тошнотворным желтым фильтром что повышает уровень отвращения ведь это его таким и задумывал если бы колористы смогли найти подходящий оттенок желтого зеленого или коричневого или же нашли подходящую отвратительную текстуру то получилось бы даже хорошо а так имеем просто удовлетворить не уровень вторая же история ужасная до нельзя создатели переврали весь рассказ полностью изменив концепцию и лишив ее того самого ужаса библиотечная иллюзия это рассказ который говорит о человеческом помешательстве как нам показали в сериале главный герой парень которого наследовал гигантский дом в котором хранится не менее гигантская библиотека на 150 тысяч книг для него важны все книги но есть две особенно важные это рена зимнего ветра и терновый сад первая книга у него ассоциируется с добротой и лаской 2 с хроническим ужасом и обе эти книги пропали главный герой начинает поочередно встречаться с визуальным воплощением этих книг после чего слетает с катушек и начинает учить все книги в библиотеке и когда он зазубрил почти все случился несчастный случай и дом сгорел оказывается что отец сидя в дурке воровал у него книги и нам показывают ирена зимнего ветра и терновый сад нихера непонятно не правда ли в оригинале это куда тоньше подошел к этой истории во первых она рассказывается не от лица парня от лица его жены ведь не так жутко слушать историю сумасшедшего о его пути на дно как рассказ человеку у которого любимый человек начал сходить с ума родственник ничего с этим поделать не может кроме как наблюдать за этим и страдать от бессилия рена зимнего ветра и терновый сад это не просто книги это два противоположных образа первый теплый добрый материнский 2 озлобленные жуткие отцовский мать читала ему эту книгу пока не ушла к другому мужчине отец же от этого начал сходить с ума и кошмарить день напролет своего сына своей жуткой книга прививая ему именно этот вкус после чего также начал бояться что вместе с женой от него идут все книги и начал их заучивать и заучился он до комнаты с мягкими стенами и после чего мальчик начал вести свой дневник которым по итогу не смог запомнить потому что вся память была заполнена книгами то есть боясь судьбы отца он начал поступать ровно также не понимая этого и все это нам говорит бедная девушка которая не в силах как понять суть его бреда так и излечить от него именно поэтому она подожгла его дом но не смогла вытащить его из пожара она просто больше не могла так жить и самом конце нам показывают отца парня и то кем он стал по итогу и ничего из мной сказанного нет в сериале есть буквально один флэшбэк который никак не объясняют и без прочтения оригинала контекст не улавливается а то как показано его безумие это отдельный сорт говна в манге он постепенно сходил с ума нанося себе увечья из раза в раз все сильнее в сериале они на нем появляются все в одной сцене просто png шрамы которые фитонули видимо вот с этими пнг книгами также тут очень странная постановка типа посмотрите вот на этот кадр ощущение что дверной проем это наложенная поверх пнг которую забыли убрать и я долго так думал пока не присмотрелся к заднику и не осознал что буквально весь дом это книжные полки и далее нам показывают общий план с этим проходом после которого все стоит на свои места но могли хотя бы оттенить задник или сделать полки другого цвета просто выглядит это странно также тут есть косяки звуковиков вот тут вместо реплики вставили звук закрывания книги то есть она губёхами шевелит а голоса нет короче отвратительно проделанная работа седьмая серия начала за здравие анимация лучше средней по палате по сравнению с другими сериями цветокор терпимый оригинальный рассказ классный тема боди хоррора их тонь все складывалось удачно пока кто-то не решил рисовать монстрятину в блендере господи как же это плохо боже сука мой я просто не знаю что мне сказать вы сами все видите также просто отмечу что видимо во вселенной есть контрольные точки одинаковые во всех историях ибо по-другому я не могу понять почему и тут история начинается с того что кто-то растянулся на 14 сильвии также мне непонятно зачем авторы каждый раз переписывают историю специально дело ее менее страшной это уже третий по моему раз когда меняют лицо рассказчика тут так же как в истории про библиотеку рассказ ведется от сестры главного героя но в сериале каждый раз это главный герой история заканчивается со смертью персонажа хотя в оригинале девушка также жила с болью того что она не призналась в содеянным преступлением на ланоке в чем собственно история брат и сестра поехали навестить подругу то живет в странном городе где люди выбрасывают трупы на улице чтобы те отдали богу душу и превратились в надгробия герой случайно сбивает сестру подруги скрывает это выкидывает труп в колодец из-за чего ее душа не успокоится на небесах парень подхватывает жопный грибок смерти и умирает от него а в конце нам показывают дом подруги 3 надгробия и пузырек с таблетками как я и говорил именно сестра приходит к ним чтобы сбросить чувство вины и рассказать правду но вместо этого все становится только хуже потому что из-за нее погибло еще три человека которых она лично знала из которыми она общалась вот это жутко жутко также что после смерти главный герой не смог успокоиться то есть он не просто умер и всего этого также не добавили в серию нет я конечно же все понимаю вдруг смотря сериал с тегом horror зрителю станет жутко или некомфортно надо же и о таких людях подумать правильно 8 серии есть история которая отлично играется на человеческом помешательстве и непонятных тони история слои страха в чем кто девочка попала в аварию и есть несло пол лица но под ним было еще одно лицо снимок мрт показал что она полностью состоит из слоев кожи то есть внутри девушки нет внутренних органов жутко ли это да сука но самое жуткое идет дальше мать девушки страдает от гиперопеки младшенькой обычно гиперопека это не диагноз но тут все настолько плохо она не хочет отпускать образ своей маленькой дочурки и пытается его вернуть даже против воли 19-летней девушки ночью она слышит голос ребенка пятилетний голос внутри нее и начинает сдирать с нее слои чтобы откопать ее в пятилетнем возрасте какая жуть внутри девушки было это если вы думаете что это жутко то поверьте в манге это было куда криповий и вот казалось бы ты совершила фатальную ошибку пыталась вернуть то что вернуть нельзя испортила дочки жизнь надо остановиться но как я и говорил это помешательство женщина подумала что тоже проклятое тоже надо помолодеть скинув лет так 20 только вот под кожей лица у нее были мышцы лица в общем очень гнетущая короткометражка где ничто не могло пойти так больше бы денег на хороший рисунок был бы прям хорошо а так я бы с пола поднимать не стал также тут снова тянут хронометраж и снова это делается супер тупым способом врач в манге говорит но тут много слоев я насчитал 19 прям как лет пациентки в экранизации они прям считают все 19 слоев и сай не сай 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 нормально передает суть но вот как она это сделал графин мое непочтение везде где он есть он буквально отвратительный эти рыбы это рыба эти люди в этой рыбе а текстуры господи какие же они мыльные боже мой а какая анимация в целом и надо мне тут говорить что такое нельзя сделать качественно потому что была рыба между прочим фильм по манге дюнзита и там тоже была толпа ходячей рыбы и выглядело на прям неплохо потому что студию фото его почему-то было не насрать но тут господи как же хочу это разведить и вот в девятой серии наконец-таки появляется главная любимица дюнзита томи и кроме как ну это обычная история про томи я описать ее не могу все еще не понимаю зачем тут соотношение сторон четыре на три ну да ладно я другого просто понять не могу почему про нее все еще нет мини-сериала просто про эту дьяволицу есть достаточное количество историй есть даже некоторые со сквозным сюжетом почему бы не объединить их в одном месте его персонаж в народе популярный косплея и артов про нее предостаточно единственная причина которую вижу я так это в том что персонаж менялся ибо сначала она выглядела как школьница позже она превратилась в элегантную женщину хотя по лор она вроде как всегда выглядит одинаково как бы да есть две авашки про нее но этого мало а что до самой девятой серии до серия как серия вроде все терпимо но есть один момент вы не смогли санимировать движение руки сверху вниз откуда это взялось почему вы склеили две разные анимации причем ладно если бы не подходили но они сука отличаются ужас кошмар говно гроб гроб кладбище экранизация дюнзита давайте дальше десятые серии все тоже более-менее терпимо невозможно лабирин таки передает чувство дискомфорта замкнутом помещении с тысячи мумифицированных монахов которые не то чтобы мертвы и та же история с хулиганкой только в одном не непонятно неужели вы решили подчеркнуть что это флэшбэк именно этим цветокором он не просто яркий он нахер ворвиглазный могли бы хроматическую аберрацию сделать как и все про одиннадцатую серию мне по большому счету сказать тоже нечего просто смотрибельно кроме одного момента вот эта сраная темнота я уже говорил что в этом сериале есть проблемы с цветокором и вот тут не вообще ни хрена не видно в манге это просто статичный шот закрытым пространством но экранизация делает наезд как будто мы должны что-то там и разглядеть но ни хрена не видно и да если выкрутить цветокор то можно увидеть крышку люка или то что ему порно притворяется я не знаю что это правда а так не более чем смотрибельно примерно такая же тема и со второй историей только там на этот раз обосрались со звуком знаете как будто тестили несколько саундтреков выбрали конкретный но забыли вырезать тот который не подошел так он еще и лагает сука в общем как обычно жидко обосрались но вот 12 серия меня прям очень сильно удивило она прям хорошая и прям вся вся первая половина и в чем замут есть девушка и она буквально боится неопределенности она не знает как и сидеть как говорить из-за этого она впадает прям в панику ей таки находит сиделку которая проводит с ней очень много времени и говорит что и как делать очень точно девушка даже начала получать удовольствие от жизни но домработница начала выглядеть все хуже и хуже и уже начала напоминать шепчущего духа чем человека отец девочки решился разобраться в ситуации женщина так много работала чтобы не быть дома и бы там ее бил и и парень и отбирал все деньги но в конечном итоге он отобрал не только деньги но и жизнь правда даже после смерти женщина все еще приглядывала за девушкой и нашептывал ей что делать а то и и слушалась поэтому она сначала училась вонзать нож в землю а потом в ее бывшего причем вот этой вот сцены не было в оригинале но сама по себе постановка и красный свет прям очень сочно выглядит также тут есть прям очень крутую кадр где полутень женщины что-то шепчет ей на ухо прям очень круто получилось так ждут хорошая работа со звуком а последняя история про соите про нее ничего говорить не буду как я и говорил они мне и в оригинале ты не нравились ну и какие выводы мы можем сделать пристав когда я в прошлый раз говорил про работу студии один их более раннюю экранизацию я не думаю что можно во первых выделить настолько мало бюджета а во вторых что могу все получится вот настолько плохо но в работе 23 года они превзошли себя сука нетфликс какого хера вы закрыли inside job дали на экранизацию одного из самых известных мангак современности бюджет виде двух бутербродов сыром но зато снова продлили это уродливое душное говно которые все ненавидят спасибо как говорится огромное больше так не делайте по большому счету почти все тут плохо когда я говорил про какую-то историю дескать нормально я имел ввиду удовлетворитель но это не значит хорошо это значит серия пересказала что было в оригинале но не более не ощущение от прочитанного а именно что тупо пересказ и это ведь было не везде половине случаев авторы нахрен не понимали в чем циме с оригинальных историй и под не поняли я имею ввиду зачем-то придумали что-то от себя когда в манге все было написано черным сука по белому вместо того чтобы как прошлый раз добавлять больше трех историй в одну серию вы искусственно растягивали рассказы добавляют на ненужные сцены или просто тянули кадры также само по себе исполнение отвратительное просто посмотрите на то как конкретные сцены выглядят в оригинале и как в экранизации да я знаю что экранизировать статичные картинки сложно ну почему тогда у других студий получается дело детализированные анимированные сцены почему челом из киот анимейшн или синкаю не впадло это рисовать может быть дело в бюджете может быть но я все еще считаю что это не оправдание ну блин что я мог сделать отказаться я уже молчу про дерьмовую анимацию или ужасные сиджи речь про техническое состояние проекта лагающая анимация неправильный цветокор заедающие ли отсутствующие звуки все это не зависит от бюджета это сука не игра которую надо долго тестировать просто сесть и посмотреть чего вы там на анимировали это не то чтобы сложно не правда ли но видимо что на и отвлек су что студии дин было глубоко насрать на то что получится в итоге и это на самом деле очень даже грустно нетфликсу я желаю полную жопу говна только не выгоняйте райана джонса на приключение бенуа бланка то немного что заставляет чувствовать меня живым пожалуйста а студию дин я хочу поздравить с новым достижением вы достигли уровня анимации студии queen bee мои поздравления и отдельный привет хочу передать режиссеру этого говнища дорогой друг мне наверное стоит погрузиться во все твои работы чтобы полностью оценить твой карьерный рост в прошлый раз ты экранизировал другую экранизацию дин зита какой-то ноу-нэм китайский мультик и блин кажется солик умер от кринжа и нежелание делать видео про дьявольских возлюбленных ничего не поделаешь придется его подождать он скоро вернется меня зовут болик я его тульпа и мне самому это не нравится в любом случае он просил поблагодарить тех кто поддерживает его на бусте я бы прекратил его мучения и не оплачивал его дальнейшее существование но я проекция его сознание и мне тоже хочется жить так что я выражаю свою благодарность особенно людям которых вы видите на экране если бы вы смогли оторвать ему нос чтобы он больше не свистел цены бы вам не было но и на этом спасибо а на сегодня у него все он не прощается